С момента, когда в военных локациях убрали лицензии с квестами на Дельфийские звёзды, многие поковозы начали испытывать их дефицит. Но я не особо уделял этому внимания, так как если более-менее активно фармить основной дневной контент в игре, то Дельфийских звёзд фармится с избытком. Кровь, Призрачка, Эфен, Бухта, Глен, Ларея, Ашьяра, плюс куча дейликов на ремесленную репутацию и векселя консорциума Синей Соли, которые я разбирал в одном из недавних видео, все они также дают и Дельфийские звёзды. Но находятся такие, кому и этого мало, так что сегодня решил разобрать квесты, про которые многие мало того, что не знали, так ещё и забыли. Про некоторые из этих квестов нам напомнил нынешний марафон Тайны Вечной Зимы, так что подробно на них останавливаться не будем, а рассмотрим менее очевидные квесты, о существовании которых многие новички могут даже и не подозревать. Начнём с квестов Консорциомата. На обычных пугалах есть станок, называется Консорциомат. Если у вас такого пугала нет, то отдельно Консорциомат можно скрафтить и поставить возле дома. На этом станке можно скрафтить кучу всяких интересных штук, но нас интересуют конкретно эти 4 вещи. Курочка, уточка, гусь по-фермерски и овощной рагу с шафраном. Это итемы, которые позволяют получить квесты на Дельфийские Звёзды. Крафтим предметы, активируем их и получаем 4 ежедневных квеста на Дельфийские Звёзды. После выполнения квеста итемы расходуются, так что лучше всего будет накрафтить их про запас и кинуть на склад. Главное потом не забывать каждый день доставать их оттуда и активировать. Поштучно крафтить их будет слишком долго, поэтому лучше через книгу рецептов разместить заказ сразу на большое количество. Так выйдет гораздо проще и быстрее. Квесты эти в игре довольно давно, но ввиду того, что они так запрятаны, многие могли о них и не знать. И теперь ещё четвёрка неочевидных квестов, это квесты на собирательные профессии. Чтобы их получить, у вас должна быть прокачана соответствующая профа минимум до 50 тысяч, ну так было раньше. Если уровня профессии не хватает, то можно скрафтить шмотку консорциума, которая даёт 20 тысяч профа, ну должно прокатить. Далее крафтим клумбу семян из травничества, земледелия и один загон с утками, гусями или курами из животноводства. Для получения квестов с клумбы её достаточно просто полить, после чего появляется квест. А вот для получения квеста с загона придётся подождать, пока он созреет или вырастет до хз, как тут правильно сказать. Ну короче, закончится таймер. Далее покормить измельчёнными злаками и появляется квест. На всех загонах он одинаковый, так что можно ставить любой. Ну а четвёртый квест, наверное многие всё же знают, это квест с руды. Если горное дело прокачано до 50 тысяч, то на прокнутых месторождениях будет высечиваться ежедневный квест на Дельфийскую Звезду. Но если вы прокачивали горное дело чисто на Доме Рудокопа или Буровых Остановках, то вполне могли упустить этот квест из виду. Ну и наконец, что по себестоимости. Все вышеперечисленные квесты требуют некоторое количество ресурсов для их выполнения. Я сделал небольшую табличку с суммарной себестоимостью всех этих квестов, чтобы можно было прикинуть, есть ли смысл их вообще делать. Также не забывайте, что по квесту, помимо Дельфийской Звезды, вам дают ещё и 5 золотых монет, которые частично, а где-то и полностью окупают стоимость ресурсов для квеста. Цены взяты средние за неделю на аукционе, если же все эти ресурсы вырастить самому, то естественно получится выгоднее. К тому же их нужно совсем немного. Ну вот как-то так. Все эти квесты отнимают совсем немного времени, зато позволяют получить как минимум 8 дополнительных Дельфийских Звезд в день. Есть ли подобные квесты на оставшиеся две профы, заготовку древесины и рыбную ловлю, честно говоря, не знаю. Чисто логически, то должны быть. Но я не встречал, если кто знает, можете отписать в комментах. Ну а на этом всё, надеюсь информация была полезна, спасибо за просмотр, всем пока. Пока.